Все мы знаем, что магнит притягивает к себе железо, никель и некоторые другие металлы, которые называются феромагнитиками. Однако оказывается, что магнитные свойства проявляют и другие вещества, но это становится заметным только в очень сильных магнитных полях. Поднесем сильный неодимовый магнит к стеклянной трубочке, и трубочка отталкивается от него. Смотрите, за счет этого отталкивания мы можем и раскрутить саму трубочку, и заставить вращаться коромысла весов. Теперь поднесем магнит к алюминиевому диску. Наука говорит, что он должен притягиваться к магниту, но в таком опыте очень трудно отделить это притяжение от эффектов, вызванных вихревыми токами ФУКО, наведенными в диске при движении магнита. Чтобы быть уверенными в том, что вихревых токов нет, уравновесим на коромыслии бумажные мешочки с медным купоросом и поваренной солью. Чтобы устранить влияние статического электричества, применим заземление. И вот мы видим, что поваренная соль слабо отталкивается от магнита, а это означает, что она сама слабо намагнитилась во внешнем магнитном поле, противоположно этому полю. А медный купорос столь же слабо притягивается к магниту, и значит он слабо намагничивается по полю. Вещества, которые выталкиваются из области более сильного магнитного поля, называются диамагнетиками. А вещества, которые втягиваются в область сильного магнитного поля, называются парамагнетиками. Чем же они различаются между собой? Молекулы или атомы диамагнетиков сами не обладают магнитными свойствами, А при помещении во внешнее магнитное поле в них наводятся элементарные токи, ослабляющие это поле. В отличие от них, молекулы парамагнетиков сами являются мельчайшими магнитами. Из-за теплового движения они ориентированы беспорядочно, так что в целом тело не намагничено. Во внешнем магнитном поле молекулы поворачиваются по направлению поля, тело намагничивается и тем самым усиливает внешнее поле. Однако это усиление и ослабление обычно составляют всего лишь тысячные доли процента от величины внешнего поля. Сделаем еще один опыт. Подвесим на нити стеклянную трубку и поместим ее в неоднородное магнитное поле. Диамагнетик выталкивается из области более сильного поля, поэтому концы трубки отталкиваются от полюсов магнита и трубка разворачивается поперек силовых линий магнитного поля. Если теперь медленно вращать магнит, трубка будет поворачиваться вместе с ним. А теперь поместим в это же магнитное поле алюминиевую трубку. Мы видим, что она разворачивается вдоль силовых линий магнитного поля. Значит, концы трубки притягиваются к полюсам магнита, и алюминий действительно является парамагнетиком. Повернем магнит, и трубка поворачивается вместе с ним. Вы, конечно, спросите, какое практическое применение могут иметь столь слабые эффекты. Оказывается, что некоторые парамагнетики при намагничивании выделяют тепло, а при размагничивании поглощают его. За счет этого эффекта физики смогли построить такие холодильники, которые охлаждают вещества до температур, отстоящих от абсолютного нуля на сотые и даже на тысячные доли градуса. А сейчас они разрабатывают опытные образцы парамагнитных холодильников, работающих при комнатных температурах. Редактор субтитров А.Семкин